Любовь приходит во время еды Я надеюсь, это так, арачок, это у вас десерт Вы сейчас докушаете их Вы знаете, не обязательно все это в себя впихивать Можно попросить вам упаковать с собой в коробочке И понесете домой, не нужно вам в себе все нести Или можно пересесть за любой столик А где все столики? И, видимо, все уже покушали и ушли со столиками вместе, да? Будьте здоровы Что это у нас? Цветы? Я извиняю Ненавижу цветы Что вы делаете? Женщина, это конфеты не для вас вообще-то Это конфеты для моей светочки У нас сейчас будет с ней это как же свидание вслепую Понятно вам? Вы кто такая за этим столом сидите тут? Светочка Какая вы Светочка? Вы себя видели? Вы какая-то светлониха Светочка Моя Светочка модель, понятно вам? Модель чего? Ну не КамАЗа Как бы, чтобы вы понимали разницу О, Светочка моя мне пишет Говорит, привет, мой Цигр, посмотри направо Нет Нет, 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 нет Нет, 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 нет Не заводится мой мотоцикл оптимизма Знаете что, женщина? Вы сидите тут, докушиваете все Можете конфеты скушать Главное не лопнете Тут с шоколадом все не забрызгаете Столи докушиваете Вижу тут столи все скушали, наверное Алло Алло Ну все, получается, они меня разочаровали? Все, до свидания, моя разочарованная Так брось бегемотом его и все Откуда я знаю, будет есть или нет Проверим заодно Если что, сюда вези просто и все Светлана, вот вы где Спасибо, что проводили Хотел сбежать Сбежать Просто вышли на улицу, подышать свежим воздухом Задыхаюсь от любви уже В туалете в форточке застрял Можно подумать, я один здесь такой не худой В смысле, вы почему конфеты не кушаете, Светлана? Угощаете с шоколадом, знаете, так положительно влияет на настроение Позволяет другим людям прощать всякие глупости там На мозг положительно влияет Это я себе, конечно Вижу, не придумал ли какую-то Светланиху Ой, повторили еще, господи Там эти конфеты Сережа Нормально Спасибо, что остался живой, Сережа Конечно, нормально, это хороший Слушай Да А ты как думаешь, бегемоты будут человека есть, если очень голодный? Вы знаете, Светлана Я сейчас уже даже не знаю, как правильно ответить на этот вопрос Просто я не был знаком с бегемотами до вас То есть я имею в виду, вообще не знаком с ни с какими бегемотами Вот А ты что? А? Реальный итальянец или наврал мне? Вы знаете, тут такая ситуация, правильно, да Я просто на рынке продаю итальянскую обувь Если, кстати, хотите Я могу для вас подобрать хорошую пару Качественно все Просто если Сережа будет пробовать, как это у вас заведено Ему тоже подойдет У вас, вижу, размер ноги примерно одинаковые Короче Короче, поэтому меня зовут итальянцем все на рынке Александра Да, только Буратино Ты мне сам писал Светочка, вы забрали мое сердце Заберите себе все остальное Ваш горячий Александра Где такое? Ты посмотри, а, это Т9, что наисправлял Я писал, говорю, Светлана, у меня больное сердце К сожалению, мы не можем встречаться Прости, до свидания, извиняюсь ради бога Ваш деревянный Буратино А, это ты типа бревно, да? Ты сама, а, да нет, в смысле Я бревно, да, такое, знаете, волосатое, противное Такое, жучки у меня всякие Жучков нет, я проверял Ну раз нет, спасибо за проверку Подожди, а вот фотография почему? Александра Дель Пьера, футболист Ты посмотри, это Т9 уже до фотографии добрался, а? Так меня растянул Слушай, а чё ты от меня хотел вообще? Я? Ну, ты же меня на свидание пригласил А, я думал, мы просто посидим, покушаем там всякое Ну, я покушала, теперь спать хочу А, ну всё тогда, спокойней ночи, в смысле Всего хорошего Может быть, танцы? Светлана? Серёжа? Серёжа, я извиняюсь Очень приятно познакомиться, Серёжа Раз уж мы так близко общаемся Серёжа, хочу вас как мужчина мужчину Можете ей сказать, что нащупали у меня какой-то там Коклюш скарлатины Руки, помните, пожалуйста Чистые Чистые, посмотри, что понюхать меня успели Светлана Меня сейчас беспокоит один очень важный вопрос Просто если наше свидание приобретёт более пикантный поворот Серёжа тоже будет сначала пробовать Это если ты бревном окажешься А вы весёлая Да Знаешь, как меня называют? Ээээ, веселюшка Светка Светка веселюшка Светка богомол Мама Серёж, посмотри Да Слушай, меня сейчас больше живые мужики интересуют У меня тут свадьба наклёвывается, походу Да Это хорошо, что мы после прошлого раза там батут натянули Ладно Давай, забирай его, вези Что, сюда? Зачем сюда? Я же уже поела В спальню сразу вези Господи, всё сама Армия делает из мальчика мужчину А из прапорщика чего уже только не сделала Так, это самая Суханов Как я выгляжу? Ну, как обычно Поконкретней Ну, как прапорщик Ладно, а как мужчина? Ну, как мужчину я вас не знаю Не, ну, если представить Так, отставить представлять Всё, остановимся на прапорщике Распредставлялся Так Товарищ прапорщик А? А чё мы в кино Фролова не взяли? Нам же 4 билета в штабе дали Заболел он Нельзя Фролова в кино Чем? Поговаривает он дебил Кто поговоривает? Я поговориваю, Суханов А вы чё, врач, что ли? Нет, я в дебилах разбираюсь Товарищ прапорщик Так, Мухаммед Яр Так, молодец, молодец Тебя никто не видел? Только собака Просто собака и всё? И всё А собака что там делала? Бегала Просто бегала и всё? Кажется, всё Так, некая Ну-ка нам, Мухаммед Яров Это самое Ты эту собаку там первый раз видишь А она, может, не первый день там бегает Тут же Не будем рисковать Товарищ прапорщик Что тебе надо, Суханов? Чё вы так переживаете? Чё, в кино генерал, что ли, будет? Генерал, генерал У нас генерал сам, как кино Никогда не знаешь, чем закончится Так, Суханов Ну-ка ты мне скажи Сейчас женщинам, ну, это самое Чё им нравится? Егор Крит Ага Это болезнь какая-то, типа, гастрит? Не-не-не, я больным прикидываться не буду Ты чё, не-не-не Ещё чё? Комплименты нравятся Так, это... Ну, это когда такие красивые слова говорят Ага Говорить не покупать уже хорошо Ну-ка, Медяров, ну-ка, быстро Приятные слова какие знаешь? Чё? Я говорю приятные слова, мне быстро произнёс Вы такой красавчик, товарищ прапорщик Медяров, ты в казарме мне такое не ляпни Красавчик Просто общие приятные слова какие знаешь? Отбой Пюре В голове у тебя пюре, Мухамедьяров Мама Да всё Суханов, ну-ка, давай ты посообразительней Ну Релакс Это, типа, лекарство от твоего игрокрита этого? Да нет, это, ну, типа, хорошо, приятно Ага Ты смотри, а так это самое не скажешь по буквам Релакс Релакс Надо запомнить Хорошо, молодец Так Смирно Товарищ генерал Личный состав следует в кино для просмотра кино Извиняюсь, не понял, товарищ генерал Я говорю, врасплох меня застал. Яблоко? Спасибо. Вкусно? Очень. Тогда положи обратно. То есть гениал, разрешите выполнять задачу. Да подожди этой прапорщи. Сынки, знаю, что требую от вас слишком многого. Но постарайтесь вернуться живыми. Оркестр, марш! О, Господи, так. Значит, про что мы говорим? Товарищ Павлович, о помпре. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу! Всё, в трамвай зашёл. Товарищ прапорщик. Что тебе надо, Мухамедьяров? А что генерал сказал, вернуться живыми? Живыми можем не вернуться, что ли? не комедияров куда мы денемся у нас ужин по распорядку еще из культ привет киноманы все что товарищ прапорщик где кино вот почему фролов с нами в кино не пошел закрыли мне тут оба ксения андреевна вы прямо сегодня мираж а вы прапорщик товарищ прям таки пардон смысле смысле этикета понимаю по ним релакс так что тебе надо мухаммед ярав арбузы чего арбузы так ну ка направо по парку кругами шагом ну что прапорщик товарищ как говорят у нас физкультурным финишируем с флагом бух ксения андреевна я человек простой согласно военный приказываете смирно а если я не выполню приказ будете мести плат в смысле строевая подготовка надо это чё там еще в уставе это марш бросок он бросок а да с полной выплаткой кстати о бросках чё-то девчонки мои запропастились где-то какие девчонки самбистки ну ты сказал что будешь солдатами девчонок с собой взяла их же нельзя от них оставлять они два месяца на сборах были вчера только вернулись вы чего на перерез генерал сказал всем живыми вернуться и факт в ресторане обычные посетители оставляют чаевые а жадные посетители оставляют кипяточные лена ночью сижу жду его ага ну да его с кем в интернете познакомилась сейчас уже прийти должен давайте я потом позвоню расскажу пока здравствуйте в июля ну допустим юля это вы меня ждете нет я не вас жду я вообще сомневаюсь что вас где-то ждут мы с вами по интернету познакомились нет по интернету я вот с ним познакомилась а вы идите куда шли на горку видимо мне еще правильно там это я разрешите представиться вячеслав а почему вячеслав так оделись просто это самое теплое что было в доме а почему вы на наше первое свидание решили вот это все надеть это не я решил это бабушка решила понимаю ничего вам 27 лет и вас до сих пор одевает бабушка не только последние два года просто бабушка старенькая не хочу расстраивать если она расстроиться она вычеркнет меня из завещания приходится терпеть ну сейчас же нет бабушки можно же все это снять можно давайте помогите развязать узелок сзади не дотягиваюсь у вас тут морской узел я его не развяжу вообще никак жаль давайте так посидим давайте так посидим а вы где работаете вячеслав манекеном на краш тестах нет я работаю банки с вип-клиентами а к ним вы тоже в этом ходите нет я в банку хожу когда бабушка еще спит может закажем чего-нибудь давайте мне все что угодно только не суп почему не суп у меня варежки на резинке не в тарелке плавать все равно не понимаю почему вас бабушка так одевает чтобы пипку нет морозил непонятно вот и отбежал за вами всю дорогу кое-как догнала хоть и шапку забыл дома а вторую это холодно славочка одевай шапку ты пока шел рот закрывал до закрывал шарфом рот закрывал закрывал бабушка не мешай пожалуйста все я не мешаю все воркуйте воркуйте дальше голубки я тут посижу юля а где вы работаете продавцом в магазине и почем у вас греча в магазине я продавец бытовой техники у нас по 750 уже греча ну совсем оборзели уже какая музыка красивая славочка учет сидишь как истукан пригласить девушку бабушка неудобно что неудобно-то неудобно уйди в туалет с ними подштанники и пригласил в туалете ничего снимать слава не надо снимать подштанники я не пойду танцевать не пойдет лишь какая цаца а он вам не говорил что он на скрипочке играет у меня нет ну сейчас покажет скрипочку взяла специально я не буду играть бабушка как это я не буду неудобно почему неудобно неудобно когда ты себя не увидишь в завещании у меня такое ощущение что я краски нанюхалась у меня галлюцинации может правда потанцуем лучше давайте юля вы красивая такая же как на фото вы частично тоже а с вами бабушка везде ходит нет когда я гуляю нас равно не ходит может гулять пойдем пойдемте вот она где стрекоза бабушка только бабушка за шарфиком отвернулась она тут же умахнула в своих капронах вот такой-то погоде а ну одевайся тепло не буду я и так не замерзну я тогда квартиру на тебя оформлять не буду будешь на улице жить ты же и так не замерзнешь ладно давай вот давай лалиночки мягкие еще бабушки моей соседки взяла шубку свои руки пока та спала взяла у нее как хорошо тебя смотри какая девушка хорошая одевается тепленькая бабушку слушает хорошая девушка а шапка какая смотри как у мальчика тоже красивый какой сидит а вы видимо бабушка до мальчика я даю война и бабушка а что мальчика у вас почтальника в двоих а рубашечка флисовая и рубашечка там флисовая и футболочка под одета под нее я извиняюсь рубашечка в трусишке заправлена и рубашка и футболочка и свитер все в трусах мы хозяйство в тепле держим всегда а какой мальчик хороший а какой шарфик бабушка на рынке нашла на дереве висел на суку развязала петлю и вот шарфик тебе все готово моя внученька давай славочка давай богом вот хорошая пара красивая и дети будут хорошие дети будут здоровые у них потому что тепло одеты да потому что тепло одеты они но идите идите куда вы там шли ночной клуб вот я хочу за них не беспокоюсь нисколько потому что они тепло одеты а я чё-то переживаю за окном там ай это сейчас плюс 15 а потом когда плюс 10 народная мудрость если долго смотреть на звезды не моргая рано или поздно моргнешь да юлечка небо у вас деревни чудесная в городе такого не увидишь вон смотрите в созвездии тельца скопления звезд это созвездия плеяды по легенде все звезды названы именами семи сестер алкиона келена майя еропа стиропа тайгета и электро а у меня вчера на тракторе третий клапан пробила масло как дванула все на ватник руки до сих пор вас не вон чё еще зевс специально превратил сестер в звезды чтобы спрятать от охотника ориона вон пояс ориона три звездочки ватник главное совсем новый был тут масло как дванула все на ватник ваще вещь в масле так и остался не по жраму сначала зевс превратил сестер в маленьких голубок масло как дванула прям фонтаном полила я вещь в масле ваще капец зевс был хоть и всемогущий бог юлечка вам интересно да интересно а чё такое ватник послушайте чё вы заводили про свой ватник там что в лексиконе три слова что ли масло клапана ватник клапан пробила масло дванула на ватник пролила остался не по жрамши восемь слов ну а что вы гоняете по кругу туда-сюда надоели уже честное слово а чё ты меня перебиваешь ты не даешь до рассказать действительно максим давайте дослушаем ладно вещай садко короче клапан у меня пробила вау да это экшен масло как дванула блокбастер прямо на ватник всю пролила ваще так кульминация остался не по жрамши вау походу мне труда день не поставят неожиданная концовочка все все ой смотрите юлечка звезда упала а давайте дождемся когда упадет вторая и вместе загадаем какое-нибудь желание новый товастник неизвестно когда дадут а если опять клапан пробьет масло как дванет опять на ватник все польет послушайте хватит уже про ваш ватник честное слово надоели вам хватит пропадающие звезды не какие-то не звезды а метеорные потоки остатки комет согласно теории джованни скипиарелли а то что ты девушки втираешь обусловлено необходимостью перевода бессознательных желаний в символические формы об этом еще фрейд писал обосновая культуру сублимации эроса федя ты капец умный а чё ты мне все про ватники да про клапана да хрен тебя знает чё тебя проймет начал с простейшего с клапанов я чё-то так и не поняла чё такое ватник юлечка понимаете в тракторе есть движок в движке клапана если клапан пробьет то может масло давануть а если масло даванет то и ватник весь зальешь на фиг вообще так и останешься не пожравшим ну продолжайте продолжайте а он дальше не рассказывал тьфу ты ладно давай про свои звезды хоть посплю чё может пойдем самогону выпьем сегодня все таки день рождения бродского а чё про фрейда еще расскажешь а чё там рассказывать там показывать надо во всех женщинах есть загадка но лишь немногие могут ее сформулировать юля первое свидание просто ведем себя хорошо улыбаемся кивая много не пьем все просто спокойно отстань от меня как ты мне надоело ты мои мысли мысли не надо меня прогонять вспомни последний раз ты прогнала свои мысли чё было не помню а ты в интернете посмотри ролик голая баба с кальяном ворует елку хорошо оставайся только не мешай все ждем 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 сейчас придет сейчас придет сейчас придет только чт не идет что-то не идёт почему не идет потому что женаты женаты все понятно женаты-женаты человек на свидание что в праве не пойдет козел Козёл, женатый козёл, всё понятно, женатый козёл. Я опоздал, если идти, Юля. Ничего страшного. Слушай, прям как на фотке, даже не облезлый, нормально. Ой, а это... Ой, спасибо. Пукетик можно было получше подобрать, ничего вида не подаём. Как красиво. А я Слава. А я Юля. А я знаю. Долго не смеёмся. Давайте сядем. Я немножко волнуюсь в первое свидание. А сколько вам лет? Почему он спрашивает? У женщин такой не спрашивает. Почему он спрашивает? Так, что говорить, 18? 18, нет, спалимся, спалимся. Так, 30, 30, 30, это правда, это много, так что-то среднее между... Так, нет, нет, ничего не говори, нападай, нападай. А тебе сколько лет? А мне 32. А мне меньше, я люблю мужчин постарше. Кто это придумал? Я это придумал. А кем ты работаешь, Юля? А я видеоблогер. Видеоблогер, а кто это? Поняла, нужны ещё мысли. Девочки, 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 собираемся. Что случилось, что случилось, что случилось? Собираемся, собираемся так. Кто такой видеоблогер? Видеоблогер, это... Кто такой видеоблогер? Видеоблогер, это мы. Это мы, чем мы занимаемся? А чем мы занимаемся? Мы фотографируем попу и еду и пишем длинный тупой текст под фото. Ему мы как об этом скажем? Ему как об этом скажем? Видеоблогер, это тот, кто снимает видеоблог. Я снимаю видеоблог. Я снимаю видеоблог. А, я так и подумал. А ты кем работаешь? Юля, ты знаешь, я скажу честно, я нигде не работаю, я лодырь и бездельник. Тоже видеоблогер? А, он тоже видеоблогер. А, он тоже видеоблогер. Ты тоже видеоблогер? Наверное. Добрый вечер, вы готовы сделать заказ? Да, пусть девушка заказывает. Прошу. Слава, у нас всего полторы тысячи. Мне, пожалуйста... Полторы тысячи. Я могу подсказать? А, давайте я подскажу. В этом кафе потрясающий сельдерей на пару. А, может быть, просто по чашечке кофе? Так, кофе. Кофе два по триста, этого шестьсот. Минусуемое, стоится девятьсот. Маловато нам еще месяц жить. А, давайте мне коктейль, маргариту. Коктейль двести пятьдесят. Да, хорошо, берем, берем, берем. В маргариту добавлять корицу? Конечно, да нет. Нет, спасибо. Умничка! Юля, слушай анекдот. Мне недавно рассказали. Так, сейчас внимательно, главное, раньше не засмеяться внимательно. Значит, бабушка приходит к стоматологу. А стоматолог говорит, у вас надо много лечить, долго ходить придется. Вот сейчас. Нет, подожди. Сейчас. Нет, не смех. Нет, просто пауза, просто пауза. Прости, поперкнулся. Вот, говорит, долго ходить придется, у вас много лечить надо. А она говорит, а зачем ходить? Давайте я челюсть оставлю, а через неделю приду. Вот сейчас. Нет, подожди. Вот сейчас. Да? Нет? Смеемся, смеемся. Конец, давай. Хватит! Смешной анекдот, правда, умор вообще. Пожалуйста, ваша Маргарита. Спасибо. Ну, за знакомство. Это же надо, как быстро пьются 250 рублей. Вкусненько. Стоп, стоп, мне нельзя, мне нельзя. Держимся, давай, давай, нахорошо. Очень хороший коктейль. Пожалуйста, ваш счет. Да, да, конечно. Так, у нас последний шанс, последний шанс. Предложи счет пополам. Счет пополам, давай. А давайте пополам. А почему бы и нет? Да нет, Юль, неудобно, я заплачаю, все-таки мужчина. Пожалуйста, здесь без чаевых. Юля, вы мне так понравились, разрешите пригласить вас еще на одно свидание. Так, итого варианты. Ну, например, зоопарк. 100 рублей. Планетарий. 70 рублей. Можно, конечно, в кино, но только на утренний сеанс. Мне бы хотелось просто прогуляться. Женись на ней. Наш человек. Юля, ты такая замечательная. Я думаю, что это любовь с первого взгляда. Выходите за меня. Да! Да! Ух! Свечка в клетке! Так, все, сейчас мягко, спокойно. Я согласна. Все, давай. Я согласна. И жили они долго и счастливо. Пока не закончилось, полторы тысячи. Мужчина, а можно с вами подчеркнуть? Я не могу. Для первого свидания главное помыть и причесать резюме. Здравствуйте. 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 А вы Леонид, видимо, да? Да. А вы Леонид. Да. Садитесь. Спасибо. Это вот. Спасибо большое. Да. А знаете, а я вас себе таким и представляла. Красивым? Нет, что вы. А я вас тоже вот такой себе и представлял. Спасибо, спасибо. Представлял вас. Да. Ну, наверное, нужно как-то общение, да? Да, да, общение обязательно нужно. Ну, давайте, наверное, поговорим о вас, например. О мне. Чем вы занимаетесь? Я занимаюсь так, Ира. Чем занимаетесь? Ну, неинтересно. Ну, чем? Ну, неинтересно. Я занимаюсь, это, тлей. Чем? Тлей. Тлей? Да, тлей. Просто, понимаете, я энтомолог и занимаюсь тлей. А, это вот эти мерзкие букашки? А они не мерзкие, они не мерзкие, позвольте, они не мерзкие, абсолютно не мерзкие. Кстати, извините, это вам. Ой, спасибо. Это ландыши? Ой, это гортензия, видимо, да? Да, нет, это не ландыши и не гортензия, это тля, вот. Вот, посмотрите, какие милые, да? Смотрите, какие милые. Да что в них милого-то? Да вы что? Да вы что? Это тля, это же милейшие создания. Вот посмотрите. Ну что? Это милейшие создания. Вы знаете, что предки тли появились на нашей планете 200, нет, даже 300 миллионов лет назад, да? В эпоху каменноугольного периода, во время карбона, да? Тля, в то время планету населяли такие гигантские леса, все было гигантское, насекомые тоже были гигантские. А стрекоза была величиной скамасы, тля была величиной вот этот стол, представляете? Это не стол, а тля такая, мы сидим за тлей. Да, ну потом, конечно же, растения стали уменьшаться, насекомые тоже стали уменьшаться, и тля заняла свои обычные маленькие размеры, да. Но это дало ей возможность запланировать буквально все, буквально все экологические ниши. И на сегодняшний день уже насчитывается 13 видов, нет, 13 семей с 20 подсемей с современной тли. Представляете, как интересно. Очень интересно. Да. А вот 200 миллионов лет назад тля обрела такую интересную функцию, как портоногенез. Что это? Это возможность воспроизводиться без противоположного пола. Это, знаете, у нас в шоу-бизнесе сплошной портоногенез. Вот видите, вот видите. Человечество, хомо, сапиас, учится у тли. Да чему там учиться? Это тлетворное влияние Запада. Ну, поздравляю вас. Добро пожаловать в мир тли. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, определились с заказиком? Да, я, пожалуйста, цезарь буду. Цезарь? Да, и сок. И сок, и все. А мне вот это? Курица в кляре. В кляре. И вот это. Телятина, да? Тлятина. Пойду к психиатру, да. Леонид, вы совсем с ума сошли со своей тлей? Что, поговорить больше не о чем? О музыке, например. О музыке и с удовольствием я с вами поговорю. Да? С удовольствием. Конечно же, о музыке. Почему? Нет, вообще. Для меня ты всегда прекрасна. Так, все, я... Ну, извините, я пошутил. Я пошутил, честное слово. Ну, все. Поклянитесь, что больше ни слова, а тле. Клянусь. Так, все, я не посмотрю. Ну, Лариса, ну, серьезно, ну, пошутил. Ну, все. Ни слова. Ни слова, все. Никакой? Все. Да. Клянусь, клянусь. Вот. Прости, тля. Говорим, только не от вот... Да. А, вот, интересный был случай, а, нет. Недавно в Лондоне, в Лондоне, в Лондоне, в Лондоне, то... Да. Ну, о ней говорить нам нельзя, надо же как-то поддерживать разговор. Может, мы о вас поговорим, вы чем занимаетесь? Я? Да, вы. Я занимаюсь... Бра. В смысле... Бра? Бра. Ну, в смысле, брой? Бра. А. Ну, в смысле, вот эта лампа настенная, да? Я вашу тлюму рабьями не называла. Бра происходит от французского бра. Рука. Мир. Насчитывает более 8 тысяч видов бра. Они бывают рожковые и безрожковые. Они бывают с открытыми половинчатыми плафонами и закрытыми плафонами. Они бывают в виде геометрических фигур, цветов, канделябров, свечеподвесок. Они бывают со шнуровым и веревочным, с клавишным и кнопочным, с клавишно-кнопочным и сенсорными выключателями. Они бывают из хрусталя, украшены драгоценными камнями, стразами, иногда даже фарфором. А вы знаете песню «Бра ты мне» или «Не бра?»? И... Этот человек запрещал мне говорить про тлю! Просто вы пихаете свою тлю везде, куда ни попадя. Я же не пихаю бра в каждое предложение. Бравда ведь? Вы просто божественны, Лариса. Слушайте, а... Да. Давайте поженимся. Поженимся? Да, сразу. Да. Потому что вы... Вы моя мечта. Вы поженимся, и у нас родится сын. Мы назовем его Тимур. Тимур? Почему Тимур? Ну, потому что Тимур Леонидович Яковлев. Тля. Подождите, а как же и бра? А родится девочка, мы назовем ее Бра. А в ЗАГСе нам зарегистрируют имя Бра? А мы разве, если по всему ЗАГСу Бра нам зарегистрируют имя Бра? А если не зарегистрируют, мы напустим на них Тлю. Нашего сына? Да нет, настоящего. Это настоящий Тлю. Да. А вы знаете, у меня есть брат. Ого, а у меня с Тля. А можно я подарю вам Тлю из Бра? А, да, конечно, а я вам Бра из Тли. Нам срочно, срочно нужно заключать брачный контракт. Вот с этим не получится. Почему? Потому что это будет не контракт, а контрлякт. Браво, отлячно. Наташа, подскажите, пожалуйста, а вы кем работаете? Я работаю в парикмахерской, Сергей. А вы где работаете? А я работаю в автосервисе. Как интересно. А, это очень интересно. Какие адекватные люди. Какая скучная у них будет семейная жизнь. Боже мой, пойдемте ловиться. Чем дальше в парк, тем больше фингал. Мы с тобой знакомы всего час, а такое ощущение, что целых час двадцать. А я люблю на небо смотреть. Вон, смотри, весы. А, не люблю на весы смотреть. А, вон, смотри, большая медведица. М-м-м, красивая. А, вон, смотри, ковш. Так это и есть большая медведица. Ковш? Ну, да. А малая медведица? Маленький ковш. Ну, как, все запутано? Да ничего не запутано. Наоборот, интересно. Если отчитать несколько расстояний от ковша, то ты прямо на полярную звезду выйдешь. А ты сколько зарабатываешь? Пока немного. И вот смотри, вот там. А когда много будешь? Скоро буду много. Там со звездой Кассиопея. Она в виде буквы W. А ты один живешь или с родителями? Пока с родителями. Но мы скоро разменяемся. Они будут жить в своей квартире, а я буду жить в своей квартире. А-а-а. Ну, тогда давай рассказывай про свои звезды. С W. Вот это W, Кассиопея, всегда находится в одном полушарии. В каком? В северном. Да нет, квартира в каком районе? Ты что, со мной ради квартиры, что ли? Нет, конечно. Из-за того, что ты романтик. Это да. Слушай, а ты в этом парке со многими парнями знакомилась? А-а-а! Вон дуб! А рядом с дубом ольха, а с ольхой ива. Я все про деревья знаю, я ими с детства интересуюсь. А там еще рядом... Как его... Блин, разве всех упомнишь? Ты что, не помнишь? Сколько у тебя их было? 37. Сколько? 37 колец на дубе, если дубу 37 лет. А тебе сколько лет? Вон Млечный Путь. Млечный Путь. Это и есть наша галактика, собственно. Проходите. Собственно говоря, Сергей Сергеевич, смотрите. Урны, скамейки, фонари. Все стоит, все работает, кроме урн. Погодите. Вам выделялось 30 миллионов рублей. Вы что, на эти деньги урны до скамеечки поставили? Так это же... Это же... О, это кашемир. Ничего себе! Вы знали, что кашемир вычесывают угорных коз весной. Вот это да! Я вам говорю, 30 миллионов рублей вам выделялось. Куда вы их дели? Может, в карман себе положили? Наверное, эти деньги сейчас можно 10 квартир купить. А вон дуб. А рядом ива и осина. Я все про деревья знаю. А еще я в звездах понимаю. Вон там вон Млечная Медведица. Алло, алло, мама. Да. Ты что, уже двушку разменяла? Жалко. Ну, это Дима, мой специалист в этом. Дорогая, представляешь, маме зарплату выдали, и там была двухтысячная купира. Я хотел на нее посмотреть. Она взяла и эту двушку разменяла. А вы знаете, что дрова из ольхи их используют для выжигания сажи в печных трубах? Вы знали, чтобы вычесать такое пальто, надо вычесать 70 коз. Представляете? 70 коз! Чего ты мне чашешь? Да мне на твою должность с огромной зарплатой проще взять какого-нибудь солидного взрослого человека. Мне 68 лет! Ты сама спрашивала. Ну, или кого-нибудь, кто в природе разбирается, любит этот парк. Я этот парк люблю! Я все тут знаю! Я тут гуляла сто шестьдесят раз! Сергей Сергеевич, по поводу денег половина-то вам. Так что же вы молчали-то? Не пришлось бы в этот гадюшник идти. Кстати, на скамейках могли сэкономить. Да, это не мы, это волонтеры притащили откуда-то. Продать надо было скамейки. Ну и не на помойке. Я с подружками гуляла. Все сто шестьдесят раз. А мне 68 лет. Только через месяц будет. Ты такой классный! Любовь — это долгая дорога к звездам. Через тернистые деревья. Андрей на первое свидание оделся прилично, а вел себя нет. Ассистент, зажим! Какой чудесный вечер, а? Вы так смешно шутите весь вечер, что все вокруг врачи. Ассистент, скальпель. Перестаньте, пожалуйста, а то мне сейчас... Где у вас тут туалет? Сестра, утку ей! Я тоже так люблю шутить, так люблю шутить. У вас резиночки от маски на уши давят, вы похожи на ушастые чмоны. А что смешного? Не знаю, я люблю шутить, но не умею. Не переживайте, я вас научу. Знаете, как называют меня друзья? Как? Машина. Юм-юм-юм-юм-юм-юм-юм-юм-юм! А какая, кстати, у вас машина? У меня спорткар, детка. Правда? Он стоит у подъезда, когда заходили, вы, наверное, видели. Вон он. А, вот это жигули? Чуть левее. А, автобус? Вот под автобусом. Я паркую свой спорткар под автобус, чтобы снег не летел, просто у меня кабриолет. А, понятно. Вы такой смелый, так набросились на этого и отогнали его от меня. Да-да-да, пусть этот старичок кашляет в другом месте. Ну вот вы правы, в этих масках прям все на одно лицо, и всех похожи на врачей. Ну не скажите. Ваши глаза. Когда я увидел ваши глаза, а потом в них увидел в себя, я... я влюбился. Вы такой романтичный, и квартира у вас такая красивая, и район престижный. А я вот в Алтуфьево живу. А, Алтуфьево? Живой райончик, да. Я там как-то раз на крысу наступил. В общем, живу здесь, пока строится мое гнездышко на Новой Риге. Да? А у меня родители на Новой Риге как раз землю взяли, дом строят. Отличный выбор. Ну что, не желаете эксклюзивного коньячка? Таких бутылок в мире всего пять. Да? И четыре из них я уже выпил. Обращайтесь. Какой аромат, я чувствую ягодные нотки. Ну да. Мэйден Франца. Вы такой... вы такой галантный. Вот вы полная противоположность моему бывшему, правда. Вы представляете, мы когда с ним расстались, он все подарки отобрал. Ну, за меня в этом отношении можете не переживать. Я точно не отниму у вас то, что подарил вам. А что вы мне подарили? Своё сердце. Да перестаньте вы, мы с вами едва знакомы. Вы даже телефон у меня не попросили. Ну, знаете, я никогда не беру телефон у девушек. Они всегда первыми берут мой телефон. Вы такой самоуверенный. Это вам. О, мой фон! Спасибо! Ну, я же говорил... Ну что, может быть, снимем эти бумажные оковы и выведем наши отношения, так сказать, на новый уровень? Да вы что, я не такая, я так сразу не могу. Ну, знаете, я тоже не мальчик, я подготовился. А что это? Два теста на коронавирус. ПЦР оба отрицательная. Вы такой дальновидный, а? Угу. Ну, ладно, давайте снимем, только вы первый. Нет, вы первая. Нет, вы. Ну, ладно, хорошо, давайте снимем одновременно, только закроем глаза. Хорошо. Давайте. Хорошо. О, как хорошо. Без маски так свежо. Да, и губам так холодно. И едой не пахнет. Едой? Ну да, у меня борода просто. Битков! Дылдина, ты что, пластическую операцию сделала после развода? Да я просто брови выщипала. Ты молодец, крибулах. Я покрасилась, а ты же картавил. Респиратор фильтровал, понятно? Нужно сразу же после твоей первой шуточки понять, что это ты, шуточки твои дебильные. Заткнись, Чмо. Да перестань уже шутить. Да я не шучу. Из каких-то пор, интересно, мамина, настойка на облепихе стала эксклюзивным французским коньяком, а? С тех пор, как я ее в эту бутылочку перелил, она и стала, вот видишь, написано Made in France. Подожди, подожди, а дом на Новой Риге, это ты про дом моих родителей говорил? Ну да, и там, когда мы с батей с твоим фундамент заливали, он сразу сказал, вот тут он на первом этаже, будет ваша комнатка. И ты мне мой же телефон подарил? Я его купил. Да, я за него кредит платила. Это да. Соли трепно, спорткар он под автобус паркует. Насчет спорткара, правда. Серьезно? Да, я ночной сторож в автосервисе и на ночь взял покататься. Господи, ну как я так могла? Думал, наконец-то нормального мужчину себе нашла, а тут опять ты. Ну как можно было среди миллионов мужчин случайно на тебя наткнуться? Может, это не случайно? В смысле? Думаешь, я глаза твои не узнал? Узнал? Серьезно? Просто хотел дать нам второй шанс. Ну да, квартира у тебя правда ничего. Да, я долго выбирал, здесь все сделано под меня. Такая, знаете... Так, ну что, квартирку еще на часик продляем? Да, да, давайте... Даня! Нет, видимо нет. А ты домой поедешь? В Алтуфе? Да поехали вместе, че, суши твои любимые у метро купим. Вот, нормально, поехали. И коньяк свой эксклюзивный французский не забудь, дома нет ничего. Ага, это французский. Да вы гоните. Теща гонит. Редактор субтитров А.Семкин